Всем привет! Друзья, вы на канале Моисей, это уже второй выпуск риэлторских дел моих на неделе, вот, и у нас снова пошел снег. Мурманс, конечно, не радует, хочется куда-нибудь на юг, тепло, чтобы было погреться, вот, ну а я сейчас иду на показ квартиры на полярных зрях, с человеком договорился на 10 утра. Вот, и будем дальше там разговаривать уже на квартире. В общем, друзья, все, я на месте, сейчас ожидаю человека, и пойдем смотреть квартиру. Там все выплатили, решают продавать. Водка, все сделано абсолютно, то есть, лезть никуда не надо, вкладываться тоже. Не-не, это вам остается. А, да. Вот, в общем, друзья, такая вот обычная квартира на полярных зрях, самая, как бы, ликвидная локация для сдачи, для проживания, удобное место расположения. Кухня вот в таком обычном состоянии, окна выходят во двор, с кухни окно выходят во двор. Балкон, комната в обычном состоянии, потолок, получается, подвесной, из гипсокартона, я так понимаю, комната такая. Есть балкон, застекленный, деревянным остеклением, правда, но все равно застекленный вид, хороший, как бы, в принципе, из окна. Вот, и это солнечная сторона, а с той стороны сейчас, я так понимаю, это солнечная сторона, потому что, когда солнце сюда, отсюда встает, постоянно попадает в эту комнату, и здесь жара, безусловно. Вот вторая комната. Это уже выходит на саму дорогу, в полярные зори. В принципе, тут тоже вид хороший. Окна выходят на разные стороны, это, говорят, обычно вагончик, или как-то называется, вагон. Комната вагончиком, хорошее месторасположение. Друзья, ну, что хочу сказать, пока с квартиры прошел, парень, Иван, зовут, посмотрел квартиру. В принципе, квартира, как бы, неплохая. Единственное, что его не ставят, это пятый этаж. Была бы на третьем этаже просто высоко подниматься, то есть, ну, как-то, не знаю, вроде пацан, вроде... Человек молодой, почему, как бы, пятый этаж не хотят, не знаю, как по мне, так я бы и на пятом этаже купил бы квартиру. Я понимаю, что, как бы, таскать, поднимать туда-сюда лифта нету проблематично. Ну, зато постоянно в форме, постоянно с кубиками, с прессом и здорового образа жизни. Вот, соответственно, я ему надал брошюру с планом и сказал, что у меня есть объекты хорошие, которые можно приобрести. Пускай думает, решает. Вот, а сейчас отправляюсь в офис. Алло, Юлия, добрый день. С вами разговаривает Николай с компанией RealCity. Вижу, вы интересовали в двух комнатной квартире, подскажите, пожалуйста, приобрели или еще в поиске. Поздравляю вас, всего доброго, безданья. Приходят люди, смотрят квартиру. И я понимаю, что цена ее не 2,700, 2,500 ее, цена 2,600. Ну, что поделать? По поводу камеры. Мне обещали в понедельник позвонить, сегодня понедельник. А так и не перезвонили с этого электрона. Сейчас иду, буду показывать квартиру в Сталинке. Это Николай. В общем, квартира в Сталинке, 4-х комнатная. Это же... Сейчас придут люди, смотрите. За 7,500. 7,500. Здравствуйте. В эту комнату проводка полностью выведена, то есть, ну, в принципе, сделано. В общем, друзья, развиваются события следующим образом. Хотел отмонтировать 2 видоса на Водхотник, но у меня не получилось. Так как мне дали задание сделать 27 линий для Москвы. На что я убил все выходные. Понедельник практически весь убил. А сейчас осталось, в принципе, немного заделать. По поводу... По поводу договоров на услуги. Сейчас вот ходил, показывал Ленин 51. И показывал вчера, в понедельник... Нет, показывал сегодня. И показывал сегодня полярной зори 31, корпус 1. Друзья мои, на сегодня я дежурю с самого утра. Посмотрим, что будет интересного. Сегодня я проснулся. А, вчера продуктивный день провел. Получается, ездил на фотосессию. Там коллегам попросил фотографировать квартиру. И было 2 показа на полярных зорях. Полярные зори пока что, к сожалению, не берут. Я так понимаю, что дело в цене. Немножко цена завышена. Но ничего, сейчас найдется покупатель. Тот, который заберет ее. Мне самое главное интересно, сегодня будут звонки. Или придет кто-нибудь в офис, чтобы со мной проконсультироваться. А, и что из этого выйдет? Николай. Да? Шикарный день сегодня. Входной. Продуктивный, да? Да. Продал квартиру на Олега Кашевого 22. Это однушка, которую тебе показывал. Ну, все. Сейчас люди придут, будут подписывать это дело. Предваритель? Нет. Основной? А, там уже собрали. Служи сначала. Это просто люди. Которые не у нас на договоре покупателя. Да? Я больше могу стоять. Но показы проводил я сам. Ключи у меня. Поэтому у меня чуть-чуть кипит голова. А к приемке подписывайся. Обаяние. Красавчик. Рван Михалычку слил сразу. Если что, на него, да? Консертир. Нет. Так ты что там делаешь-то? Проверяешь теперь. Другой смотрел, нет. В другой квартире. Сейчас надо переговоры будет провести. Так иди, готовься к счету. Переговорочка занимаешься. Какая? Я, как бы, немного желаю фиггадить переговору. Коля. Ну, тут-то видел, как днем работа кипел. Дежурство, честно, притекает не очень. Звонков нет. Приходящих клиентов нет. Сижу лучше. Задания даю. Бет-бет в электрон фирму в Мурманске находится. Друзья, возможно, ветер. Плохо слышно. Неделю назад отнес свою экшн-эморку, Соню, в эту компанию, которая занимается ремонтом техники. Мне сказали, что в середине этой недели будет уже известно, когда его продеагностируют ее, и сказали, что будет известно, что с ней, как и какие запчасти в ней стоит будет покупать, сколько будет стоить, к тому прочему. Я позвонил в середине недели, мне ничего так и не сказали, то есть ее как будто еще не смотрели. Сейчас я, получается, именно прямо зашел в эту компанию. Зашел в эту компанию, на что мне ответил человек, что мастер на больничном. Я так понимаю, я просто паузовом и читал об этой компании. Мастер на больничном. И информация будет известна в понедельник. Они мне отзвонятся. Хорошо. Заранее позвоню, скажу, что возвращали камеру. Я буду обращаться тогда в другую компанию, потому что, можно сказать, две недели пройдет. Чтобы вы понимали, за диагностику камеры я заплатил сразу же 800 рублей. Так как и сказал этот человек в этой компании, которая принимает технику, что в общем ремонт будет стоить 2000 рублей камера, диагностику 800 рублей, и нужно ее сразу было оплатить. Я оплатил без проблем, все сделал. И я не понимаю, почему до сих пор даже камера не продиагностирована, потому что время очень много уже прошло. Мне как можно быстрее нужна эта камера. Ну, хорошо, я правильно понимаю, то есть это его предположение, он еще не залазил, он залазится на каждом. Вот один и двух порядок. Но он не залазится, то есть это не точно. Хорошо, просто я имею в виду, я буду держать стол. Хорошо, я понял. Не знаю, просто не что. Хорошо, я понял. Хорошо, спасибо. вот так выполненных работ забрал что-нибудь